В одном из последних выпусков программы «Объектив» мы рассказывали историю семьи Светланы Деминой. Для тех, кто позабыл или не смотрел небольшая предыстория. Ситуации в жизни бывают разными и иногда они могут привести к тому, что даже самые надежные и стабильные клиенты банка теряют возможность выплачивать ежемесячную сумму кредита. Наша героиня Светлана полностью ощутила на себе гнет долговой кредитной кабалы. Кредиты брались на семейный бизнес, но дела сложились так, что магазины, на которые и брался заем, перестали приносить доход. Изначально вообще все началось с того, что брали потребительские кредиты. Где-то приблизительно на небольшие суммы брала вся семья, мать, отец и я. И быстро их отдавали. Вкладывали, отдавали, вкладывали, отдавали. Моя семья занималась розничной торговлей. Продажей хостоваров, строиматериалов, автохимии, запчасти. Отец открыл еще одну точку, потом еще две. Ну, конечно, без помощи этих, конечно, кредитов. У отца появилась знакомая женщина, не буду называть банк, как бы. И они начали очень плодотворно, в принципе, с ней работать. Но потом ее из банка как бы убрали. Я думаю, что, скорее всего, и случился кризис из-за того, что из банка ушел свой человек. Может быть, жили непосредством, вот так вот. Возможно, тоже причина была. Где-то что-то лишнего себе позволяла семья. Ну, все было хорошо, в принципе, так, нормально, скажем так. А потом вот как бы затянуло, вот один кредит потянул другой. И получилась вот эта вот практически долговая яма. На мне висит, ну, вот в бывадном банке 3 миллиона. На отце тоже приблизительно где-то так тоже висит. Как бы все одно на другое нашло. И потянуло за собой. То есть во многих кредитах были мы поручителями. Мы поняли, что это крах, конец. За дело Светланы взялись сначала судебные приставы, потом коллекторы. Проценты по задолженности росли в геометрической прогрессии. Цивилизованные банки, они как бы подали в суд. Начали, ну, конечно, требовать тоже возврата денег. Но потом состоялся как бы суд. И, в принципе, вопрос решился. То есть мы висим должниками судебных приставов. Летом начали ходить к нам коллекторы. Сначала тоже были звонки. Я все думала, что придет лето, все наладится как бы. Но пришлось закрыть один магазин как бы за другим. Потому что они не приносили прибыли. Они приходили и ночью, и днем. День и ночь коллекторы осаждали квартиру нашей героини. А на телефон в день поступало до 30 звонков от вышибал. Что, конечно, они хотят мне сказать, я не знаю, что, ну, соответственно, давите, платите деньги. Да, то есть я понимаю, что никаких нормальных условий, как бы, никаких, ничего нормального с ними нельзя решить и договориться. На что они мне отвечают, что вы даже не думаете про суд. Мы никогда в жизни у него не обратимся. Вы, у вас долг будет только расти, как бы, и вы нам будете платить в любом случае. То есть мы вашу жизнь сделаем невносимой. Светлана не отказывается от своих долгов. Сейчас ей просто нечем платить. В семье Деминых растет трое детей. И их тоже нужно кормить и одевать. В ход пошли кредитные карты. Получилось, что мы залезли в эти карточки, как бы, надо было на что-то жить. Платить ипотеку. В общем, вы один кредит платили другим кредитам. Ну, как бы, да, такое тоже было. Покупали продукты. Как бы детям не скажут, что кушать нечего. Был, в общем, ужасный период в жизни. Предыдущий выпуск программы вызвал резонанс среди пользователей одной из социальных сетей. Кто-то осуждал нашу героиню, кто-то ей откровенно сочувствовал. Но равнодушным ее история не оставила никого из зрителей. Сегодня мы решили узнать, как с нашей последней встречи обстоят дела у героини, сюжета. Мы приехали в ее магазин, единственный, который не описали приставы за долги, со сказочным названием «Улукоморья». Но, как мы понимаем, жизнь Светланы сказочной и назвать нельзя. Мы застали Светлану на рабочем месте. Женщина поделилась с нами последними новостями. Сходила я в банк, договорилась о рассрочке платежа. Наша договоренность заключается в том, что банк пошел мне на уступки и сделал новый договор. Договор заключается в том, что мне нужно внести первоначальный взнос, приличную сумму. И после этого у меня начнется уменьшенные платежи. Срок этого кредита, этого договора неограниченный. То есть это еще одна карта. Как они мне обещают, что проценты уменьшенные, 17%, но я в это не верю, это не может быть, в принципе, действительностью. Как я уже сказала, конца этого договора нет. То есть минимальный платеж около 12-13 тысяч. То есть чем больше я вношу, тем у меня больше закрывается долг. А если я не буду больше выносить, то долг будет продолжать оставаться таким, как есть. Просто платишь и платишь. Договор на реструктуризацию долга заключен, а звонки от коллекторов до сих пор продолжаются. По нашему совету Светлана обратилась за консультацией к юристу. Звонки наши продолжаются. Хотя я не могу понять, почему нет договоренности с московским отделением и с рязанским. То есть в рязанском отделении говорят одну информацию. То есть с ними заключался договор и насчет этой реструктуризации. А московский банк, отделение московское продолжает названивать. Юрист сказал, что нужно подавать в суд. Собирать доказательства вины, собирать доказательства звонков, смс, то есть всевозможных людей, которым они названивали, знакомых и так далее. И обращаться в суд по защите прав своих. То есть это ненормально и так не должен поступать банк, чтобы ходить людей унижать, там после 12 ночи названивать и так далее. То есть это ненормально. Но пока в семье не очень стабильная финансовая ситуация. И Светлана не рискует отдавать энную сумму за услуги хорошего юриста. Это, как известно, удовольствие недешевое. И все же женщина идет в верном направлении. В заключении договора о реструктуризации долга первый шаг к мирному соглашению. Буду стараться, буду работать. Как бы ни от чего не отказываюсь. Просто нужно время определенное, чтобы собраться с мыслями. Потому что когда тебя бомбит банк и давит на тебя со всех сторон, хочется просто бежать. Просто убежать от проблем. Сейчас с холодной головой будем думать, как дальше выходить с этой ситуацией. Как расплачиваться. Потому что мысли у меня есть определенные. Как бы не хочется все раскрывать, планы. А то вдруг не получится. То есть мысли есть определенные. Как совсем платить кредиты. Некоторые я плачу. То есть так же, как я уже говорила, ипотечный кредит я плачу. Не собираюсь это бросать. Потому что квартира превыше всего. Если вы попали в подобную ситуацию, ни в коем случае не паникуйте. Советуем вам для начала попытаться получить отсрочку у банка. Для этого необходимо подать заявление о реструктуризации платежей. То есть на изменение параметров заема. Заверьте сотрудника банка, что при первой возможности вы обязательно погасите долг. Укажите уважительную причину, за которую вы временно не можете производить выплаты. Представьте все подтверждающие документы, свидетельствующие об изменении вашего материального положения. Такой подход поможет вам выиграть несколько месяцев. Если компромисс с банком невозможен, можно использовать такой вариант, как перекредитование или, по-другому, рефинансирование. Как правило, банки не идут на рефинансирование своих клиентов, и вам придется обратиться в другой. Схема тут довольно ясна. Заемщик оформляет кредит в новом банке. Тот погашает его предыдущую задолженность. При наличии залога он перерегистрируется на другой банк. Плюс такого маневра в том, что здесь будет действовать сниженная кредитная ставка. Появится возможность увеличить сроки кредитования, изменить сумму ежемесячных выплат, объединить несколько кредитов в один. Если вы все же столкнулись со всеми прелестями ответной реакции банка, то советуем вам действовать следующим образом. Ни в коем случае не прячьтесь и не убегайте. Если вы чувствуете, что долг погасить уже не в состоянии, то вас может спасти суд. Как только ваше дело передается в суд, то с этого момента останавливается начисление каких-либо процентов и штрафов. Обычно банки сами в суд не обращаются, а предпочитают затягивать процесс вышибания долгов надолго, так как им это выгодно. Но не отчаивайтесь, у вас тоже есть свои гражданские права. В частности, вы можете воспользоваться постановлением Президиума Высшего арбитражного суда, благодаря которому признаны незаконными взимания комиссии за открытие и ведение судного счета. Посмотрите в свой договор с банком. Если там указаны суммы за эти операции, то смело пишите претензию в банк и требуйте, чтобы эти деньги вам пересчитали в счет будущих платежей. Эту претензию можно отдать в банк, а если же ситуация уже затянулась и на вас подали исковое заявление, то можете ее включать в свой так называемый отзыв на исковое заявление, который вы в дальнейшем понесете на судебное заседание. При грамотно составленном отзыве суд может обязать вас лишь выплатить сумму основного долга и проценты за пользование кредитом, значительно уменьшив исковые требования банка. И все же каждый случай индивидуален. В такой ситуации, конечно, необходима поддержка грамотного юриста. Не теряйтесь и не опускайте руки. Редактор субтитров А.Семкин